добрый вечер на канале томаты больше чем любовь Светлана Чернова сегодня я хочу поговорить о тех томатах которые я выписала приобрела по каталогам которые там есть в интернете кто-то хвалил эти томаты поэтому я тоже решил приобрести я их приобрела но пока как они себя поведут у меня в огороде это все сорта если хорошо получится я сделаю семена если нет еще один год попробую посадить на второй третий год уже скорее всего они приспособиться к моему огороду и будут расти хорошо много писали в комментариях почему у меня нет минусинских томатов действительно минусинских томатах я можно сказать услышал только в прошлом году комментариях кто-то показывал у себя в теплицах у кого-то в грунте хорошо растут и поэтому я решила в этом году в этом сезоне протестировать протестировать несколько минусинских томатов но все томаты которые я приобрела минусинские у меня нет никакой возможности их посадить потому что уже в прошлом году до декабря у меня уже список был составлен и теперь все эти томаты конечно посадить не смогу кроме минусинских томатов я приобрела несколько гномов ну и очень много других томатов которые не очень понравились скажем по описанию пока только вот интересно какой томат одному человеку нравится и по вкусу и по цвету а кому-то вообще противоположное мнение но если хочешь узнать какой-то томат нужно самому посадить про посмотреть продегустировать продегустировать семья друзья и вот отсюда уже мнение будет я всегда говорю томаты естественно все разные мы же люди тоже все разные вроде бы все две ноги две руки одна голова разговариваем по-разному на разных языках разговариваем хотя мы все люди но мы все разные ну начнем потихонечку какие минусинские томаты выписала минусинские стаканы розовые минусинские стаканы оранжевые и минусинские стаканы красные почему-то я забыла вроде бы и желтый хотел выписать вот минусинские стаканы оранжевые до двух метров средний спелые плоды оранжевые сливки 200 300 граммов достойный томат остальные посмотрю какие из них из этих троих будет лучше минусинский яблочный инден средний спелый плоды красные до 800 граммов на 800 граммов это крупные очень плоды потом просто минусинские бычье сердце минусинская средний спелый плоды крупные розовые длиной до 15 сантиметров пишут собрана а не бычье сердце это бычье сердце минусинской кисти вы не просто вычисит кисти вы до 15 сантиметров длиной собраны большие кисти урожайность отличная но в этом году у меня несколько кистевых томатов в списке есть хочу кистевые томаты попробовать посадить но они конечно у меня были но не в таком количестве несколько штук было бычок минусинский так еще пока вот бочковый минусинский средний ранний 300 500 граммов сердцевидный бычье сердце минусинская но естественно не все сердцевидные средние спелые 400 граммов красного цвета плоды красные вот это минусинские естественно все эти минусинские томаты не получится вот минусинский стакан я хочу посадить и вот кистевой остальные в этом году не получится на будущий год оставим теперь в этом году из выписанных мной томатов лискин нос очень хочу посадить до двух метров средний спелый плоды оранжевые сердца до 300 сантиметров теперь давно я слышала о томате ассорция томата лсу магазине я видел несколько раз но он уже скажем не новинка давнишние люди хвалят крупные томаты 500 700 граммов но я подумал что скорее всего там пересорт будет я замечал вот одна и та же фирма одни и те же томаты покупаешь новинка в этого года берешь отличные томата получается если сорт конечно надо сразу из новинок делать семена потому что на 2 3 4 год там бывает пересорт попадалось на такие пересорты и поэтому осу я уж решила выписать не купить хотя есть магазине не из темных томатов черная красавица выписала экзот написано высота полтора метра восемьдесят круп так сколько но не очень крупный там до 200 граммов черный крым индет ранние плоды темно-бордовые 300 400 граммов 300 400 граммов это уже хорошие томаты черный окскарт до метр восемьдесят средний спел и плоды бордово-малиновые 200 400 граммов то же самое но меня вот рубиновые звезды индент средний ранее плоды красный до одного килограмма но в этом году и кисти у каких-нибудь томатов буду формировать вырастить какой-нибудь гигант но мне большой до килограмма удавалось только маршал победу очень ваших плоды в этом году были правда я и не формировал цветы ничего не убирала все что было там просто плодов было не так много и вот в этом году посмотрю ирландский ликер выписал опять-таки зеленоплодные томаты очень люблю если на плоды мои мои коллекции несколько изумрудное яблоко эхо малахитовая шкатулка зеленое яблоко есть у меня зеленоплодный кто-то вообще не воспринимает их а мы любим единственный может быть у них недостаток вовремя надо заметить когда они созрели и употребить в салатах они очень хороши но кто-то не любит говорят сладковатый вкус но мне и моей семье они очень нравятся поэтому он моей коллекции будет в этом году может быть даже будут тестировать но есть только тут назвать томаты которые есть у всех он вот сердца бычье ананасное бычье сердце трехцветный он написан тут красно-желтый оранжевый но на фотографии бы конечно очень красивый бабушкина бычье сердце тоже до 800 граммов тут написано что сладкий вкус требует хорошей подвязки ну естественно высокие плоды и кусты здесь до 1 метр но все равно подвязка нужно до метра вот а бабаканском розовом разные мнения кому-то они очень нравится мне лично очень нравится вот несколько комментариев встречала что никакой томат ну вот на вкус и цвета опять-таки товарищей нет картофельный лист баттерворта посмотрим в этом не в этом году так на будущий год аметистовая драгоценность многие пишут показывают у себя в теплицах вот в обзорах видела но у многих томатоводов есть домашние сердца гансиоровских это опять-таки вот как минусинский томат они там по моему в том краю живет красноярскому краю кажется касс 21 это вот розовый с фиолетовыми полосками мечта алисы вот об этом тоже автомате много таких вот ну разные мнения кто-то говорит кого-то хорошо получилось у кого-то нет опять-таки от климатических условий зависит это и от почвы зависит много чего зависит буракерские любимцы козула 141 козу конечно там очень много но вот мне он понравился 120 250 грамм двухцветные сердечки небольшие такие вот но двухцветные сердечки варлон микада сибирика узбекские юсуп юсуповские тоже хвалить крупные плоды красивые плоды знаменитая клубника миссис лаубах многим нравится это вот у меня получается сегодня такой обзор ни одного томата который бы я сама сажала нету все то что приобретено двадцатом году то что буду пробовать двадцать первом году впервые я опять-таки услышала о гномах но говорят уже ну сколько лет стали их возделывать вот пурпурное сердце я приобрела в этом году не в этом уже двадцатом году и фестиваль аделаиды одну из них посажу один гном будет у меня не знаю пока как они у меня приживутся как они у меня будет россии но опять-таки надо пробовать тут еще но очень много остальных томатов персик розовый мглиста розы данна мутная мамба лазурный гигант поцелуй герани роза ташкента король кинт самохвал плоды желтые один 120 180 сантиметров средний спелый тоже люблю желтые томаты опять-таки кто-то говорит они безвкусно желтые томаты я люблю желтые томаты они вкусные нежные сызранские или сызранской кто как опять-таки озвучивает ударение куда поставишь там и станет ранее плоды сердце в виде сердца нежно-розового цвета до 400 граммов зардевшаяся невеста бикалор плоды 200 400 граммов до 180 сантиметров средние спелые но все томаты которые здесь у меня есть ничего я в грунт высаживать не собираюсь они у меня будут расти в теплице тут у меня еще опять-таки очень много я тут дедушка петушиное перышко дебора у царский так восставший звездный истребитель сердце ашхабада очень много томатов более 60 сортов я приобрела естественно нет никакой возможности все томаты в этом году протестировать который я уже в этом году посажу надеюсь буду показывать в обзорах как они будут расти как они себя будет показывать у меня в нашем климате у нас всегда все шутят у нас страна вечно зеленых помидор но в теплице конечно удается красным помидором в грунте не все года получаются какой-то иногда бывает холодное лето немножко только успевает вырасти все и ушло лет наступает осень только надежда у нас на теплице вот на этом пока все как хочется конечно очень комментарии слышать мельком только я пробежалась особенно минусинских томатах какие получаются может быть еще много и других минусинских томатов хочется услышать о них в комментариях я заранее благодарю кто мне напишет ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я буду очень рада пока